29 февраля Вероятность родиться 29 февраля примерно одна к полутора тысячам. Следовательно, в мире живет около 4 миллионов человек, чья дата рождения попадает на этот день. Гомеля их около 300. Первой, кого нам удалось найти, стала Александра Краменская. Девушка работает учителем физики и информатики в школе. Вчера она отметила свой шестой день рождения. Как бы 23-24 и вот так вот, 6 лет, вот такой маленький ребеночек. Друзья некоторые говорят, ну давайте, вот ей вот в клуб идти нельзя, вот точно. Ее туда не пить. 6 лет. А как люди реагируют, когда узнают, какие-то вопросы задают, что, ну... Не, они в большинстве случаев, они не верят, они так говорят, что серьезно, я говорю, да, могу паспорт показать, показывают. Что касается суеверия, о них Александра даже не слышала. Не верит в предрассудки Валентин Молдунов, будущий историк и студент Мозорского педагогического университета имени Шамякина. В их семье 29 февраля день особенный. Парень отмечает один на двоих праздник с братом Станиславом, который сейчас учится в Витебской ветеринарной академии. Мы дво няшки вместе родились. Но внешне есть сходство, но не сильно. То, что вот эта вот маленькая особенность, она придает уверенности. Это наоборот, как-то, знаете, служит таким неким стимулом, да, подпиткой такой маленькой. Ты особенный, значит, ты что-то должен сделать больше. Это тебя сподвигает что-то сделать более. Дополнительный день и вообще високосный год существует благодаря нашей планете. Путешествия вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней и еще около 6 часов. Так за 4 года и набегают дополнительные сутки, которые подстраивают наш календарь по движению планеты. Чудесным образом с датой 29 февраля связана жизнь Елены Галай, доцента кафедры вагона Белорусского государственного университета транспорта. В этот день родилась и сама Елена, и ее мама. В роддоме такое совпадение произвело настоящий фурор, а редкая дата дала возможность праздновать два дня подряд. Утром 28 начинают звонить люди, которые говорят, ну завтра же уже другой месяц, поэтому тебя хотим поздравить в феврале. А весь день 1 марта звонят люди, говорят, ну вчера же еще было 28 февраля, поэтому когда вот в этом году только один день, 29, 28 начинается такая ломка. Почему тебя никто не поздравляет? И только уже 29-го все поздравления, но зато уже столько поздравлений. Даже те люди, которые не общались с тобой вот 4 года, они звонят и поздравляют. Каково было наше удивление, когда в Белгуте нашелся еще один такой особенный именинник, и он работает на одной кафедре с Еленой. Кандидат технических наук Владимир Разон считает, что все рожденные 29-го будто семья, а сама дата, как эликсир молодости, ведь совершеннолетие наступит только в 72. Сколько тебе лет? Ой, так это тебе совсем, ты же еще ребенок, говорю, да? Да, если считать. Да, вот считают по дням рождения, получается, так это тебе меньше лет, чем на самом деле по паспорту. Конечно, я говорю, это же приятно. Однако, по данным роддомов, родители все еще стараются избегать этого дня, а если не вышло, записывают високосных детей на 28 февраля или гораздо чаще на 1 марта. Так произошло и с Анастасией Потечук. О своем редком дне рождения я узнала не во время своего детства, а узнала где-то примерно 8 лет. На самом деле, когда в високосный год попадает мой день рождения, этот год для меня сложным является. Это уже я по себе отметила. Но все, чего я хочу, я всегда достигаю. И все дается мне упорным трудом. Я закончила золотой медалью школу с красным дипломом университет. Я была участницей президентского бала. Девушка убеждена, люди сами творцы своей судьбы. И перекладывать ответственность на приметы глупо. Нужно верить в себя и свои силы. Это подтверждают и эксперты. По словам астролога Геннадия Мельченко, мистика 29 февраля – это скорее из области суеверий. Основная характеристика этого дня в том, что солнце находится в знаке рыб. Верить в то, что он неудачный, не стоит. В разные годы он может отличаться и всегда зависит от личного прогноза. Так, 29 февраля этого года в целом благоприятный день. Сложности будут только в решении юридических и финансовых вопросов. То же самое относится и к високосному году. Если смотреть на историю, особыми сложностями они не отличаются. Здесь все индивидуально. Главное не заниматься самовнушением, иначе действительно можно притянуть проблемы. Кстати, по статистике ЗАГСов, женившиеся в високосном году разводятся не чаще других. А браков 29 февраля заключается примерно столько же, сколько и в обычный день. Женихи шутят, что такую годовщину уж точно не забудешь. А отмечать можно будет один раз в четыре года. Кстати, в Европе 29 февраля – это день Святого Освальда. И по традиции в этот праздник женщина может сделать предложение мужчине. Конечно, сегодня этот закон имеет символическое значение. Но многие жительницы Европейского Севера ждут этой даты с нетерпением. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели.